Растворами Называются термодинамически устойчивые гомогенные системы, состоящие из двух или более компонентов. Растворы из древле привлекали внимание ученых. Одним из первых, кто дал подлинно научную картину растворов, был великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. В 1887 году профессор Петербургского университета Менделеев завершил свои обширные исследования по теории растворов. Теоретические обоснования этих исследований легли в основу современных представлений о растворах. Образование и существование растворов обусловлено взаимодействием между растворителем и растворяемым веществом вследствие химических и физико-химических процессов. В чем же проявляются эти взаимодействия? Какова их природа? Растворим в воде дихромат калия. Наличие теплового движения и градиента концентрации обеспечивает диффузию частиц растворяемой соли дихромата калия и образование раствора. При растворении в воде безводного сульфата меди изменение окраски раствора вызвано образованием гидратов. В результате взаимодействия ионов меди и молекул воды образуется катионный аквакомплекс синего цвета. Еще Менделеев обратил внимание на то, что при растворении этилового спирта в воде общий объем раствора всегда оказывается меньше, чем суммарный объем исходных веществ. Уменьшение объема при растворении происходит вследствие образования гидратов. Принципиально та же картина наблюдается, если смешивать спирт с водой в разных соотношениях. Различия связаны только с образованием гидратов переменного состава. Процесс растворения может происходить с поглощением теплоты. Так при растворении нитрата аммония энтальпия возрастает. Растворение гидроксида калия экзотермический процесс. При этом энтальпия убывает. Итак, тепловые, объемные эффекты, образование нестойких соединений характеризуют растворение как процесс промежуточный между химическим и механическим процессами. Растворимость характеризует способность вещества образовывать с другим веществом однородную систему. От чего зависит растворимость? Еще алхимики заметили, что подобное растворяется в подобном. Действительно, взаимная растворимость веществ тем выше, чем ближе их химическая природа. Приготовим раствор из двух близких по свойствам жидкостей, бензола и тулуола. Обе жидкости хорошо растворимы друг в друге. Обратите внимание на существование в этих молекулах пи-связей, которые играют существенную роль в межмолекулярном взаимодействии. Поскольку молекулы бензола и тулуола однотипны, энергия взаимодействия между ними существенно не отличается от энергии взаимодействия между молекулами самого бензола или тулуола. И, подобно тому, как смешиваются любые количества одного и того же вещества, можно смешать в любых соотношениях бензол и тулуол. Хорошая растворимость этих веществ обусловлена взаимодействием между полярными молекулами воды и полярными молекулами спирта. Процесс взаимодействия сопровождается возникновением водородных связей. Возможность образования и существования того или иного типа раствора можно оценить по изменению энергии гипса. Две жидкости смешиваются неограниченно. Каждая точка кривой, изображающей относительное изменение энергии гипса, лежит ниже соответствующей точки прямой, характеризующей ту же систему, как механическую смесь. Таким образом, раствор представляет собой гомогенную термодинамически устойчивую систему. Некоторые жидкости, например, вода и эфир, взаимно ограниченно растворимы. При их смешивании образуются два насыщенных раствора, воды в эфире и эфира в воде. В водном слое обнаруживается эфир. Наличие воды в эфирном слое можно подтвердить образованием окрашенных аквакомплексов, например, с ионом меди. Кривая, показывающая изменение энергии гипса от состава раствора, в этом случае характеризуется областью расслоения. Существуют жидкости, которые практически нерастворимы одна в другой. В этом примере энергия взаимодействия между молекулами воды больше, чем между полярными молекулами воды и неполярными молекулами бензола. Поэтому предпочтительно связываются между собой молекулы каждого компонента. График изменения энергии гипса имеет вид, характерный для механической смеси. Помимо природы компонентов, на растворимость также влияют агрегатное состояние вещества и внешние условия. При растворении твердых веществ в воде теплота растворения складывается из теплоты фазового перехода и теплоты гидротации. Твердое вещество растворяется до тех пор, пока не образуется насыщенный раствор, в котором мольная доля растворяемого компонента B будет равна NB. При дальнейшем добавлении твердого компонента к насыщенному раствору вещество не растворяется, а накапливается в осадке. Изменение энергии гипса характеризуется прямой. При нагревании насыщенного раствора ядида свинца растворимость возрастает, и каждой температуре соответствует свое равновесие между осадком и раствором. При охлаждении система возвращается в исходное состояние. Если вещество растворено больше, чем концентрация насыщения, то образуется пересыщенный раствор. Пересыщенный раствор система неустойчивая. Для нее характерен переход из кажущегося в истинное состояние равновесия, что сопровождается уменьшением энергии гипса. Раствор становится насыщенным. Растворимость веществ в твердом состоянии зависит от температуры и определяется знаком и величиной теплового эффекта растворения. Растворение газов в жидкостях почти всегда сопровождается выделением теплоты вследствие сальватации молекул газа. Поэтому с повышением температуры растворимость газа впадает. Растворение газа сопровождается уменьшением объема. Поэтому возрастание давления способствует растворению газа. Согласно закону Генри, растворимость газа пропорциональна его парциальному давлению. Свойства образующихся растворов всегда отличаются от свойств растворителя и растворенного вещества. Свойств каждого из компонентов, входящих в раствор. Поместим сосуд с чистым растворителем под колпак и откачаем из системы воздух. В результате испарения над жидкостью образуется определенное количество пар. Одновременно происходит и обратный процесс конденсации. Устанавливается равновесие, определяемое давлением насыщенного парорастворителя. Введем в данную равновесную систему растворимое в этой жидкости нелетучее вещество. В сосуде образовался раствор. Равновесие нарушилось. Число молекул растворителя, испаряющихся в единицу времени, уменьшилось, так как часть поверхности раствора занята молекулами нелетучего растворенного вещества. Конденсация становится интенсивней, давление пара уменьшается. Следовательно, давление насыщенного парорастворителя над раствором меньше, чем над чистым растворителем. Согласно закону Рауля, давление насыщенного парорастворителя над раствором равно его давлению над чистым растворителем, умноженному на мольную долю растворителя. В прямой зависимости от давления насыщенного пара растворителя над раствором находятся их температуры кипения и замерзания Давление насыщенного пара растворителя зависит от температуры Кипение жидкости начинается, когда давление ее насыщенного пара становится равным внешнему давлению Известно, при давлении в одну атмосферу температура кипения чистой воды 100 градусов Цельсия Давление насыщенного пара воды над раствором при данной температуре меньше, чем над чистым водяным паром Кипение раствора наступает при более высокой температуре Следовательно, точка кипения раствора всегда выше точки кипения чистого растворителя Жидкость замерзает при той температуре, при которой давление пара над жидкой и твердой фазами одинаково Вода замерзает при нуле градусов Цельсия Мы уже знаем, что давление пара растворителя над раствором ниже, чем над чистым растворителем Это явление используется и в повседневной практике Раствор замерзает при более низкой температуре Итак, температура замерзания раствора всегда ниже, чем точка замерзания чистого растворителя Согласно закону Рауля, понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов Пропорциональны маляльной концентрации растворов и не зависят от их природы Так вода океана, содержащая около 3,5% растворенных солей, замерзает не при нуле градусов А при температуре минус 1,9 градуса Цельсия Одним из интересных проявлений свойств растворов является осмос Нальем подкрашенный водный раствор сахара в сосуд с полупроницаемой перегородкой, мембраной Соединим с монометрической трубкой и поместим сосуд в растворитель, воду Мембрана обладает свойством задерживать молекулы сахара, но свободно пропускать молекулы воды Перехода растворителя в раствор выше, чем скорость обратного процесса Так как химический потенциал растворителя в чистом виде больше, чем в растворе Явление преимущественного перехода растворителя в раствор в результате односторонней диффузии Называется осмосом При этом в растворе возрастает химический потенциал И изменяется давление, которое складывается из первоначального давления P нулевое И дополнительного гидростатического давления P дополнительное Гидростатическое давление достигает такой величины, при которой осмос прекращается Это давление принято называть осматическим Осматическое давление пропорционально температуре и концентрации раствора Таким образом в системе устанавливается равновесие Характеризующееся равенством химических потенциалов Осмос и другие явления, присущие растворам Происходят в природе, определяя многие биологические процессы В клетке В крови Велика роль разного рода растворов в окружающем мире Во многих областях практической деятельности человека Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...